всем привет вы на канале industrial tool сегодняшнее видео хочу посвятить вот этому старому шуруповерту модель его hp 330d 2015 года покупал его в пятнадцатом получается году как раз в это время макиты было 100 лет они отмечали и эта модель была юбилейной продавалась она в такой большой комплектации чуть попозже сейчас открою но к чему вообще я решил снять это видео как вы заметили я этим шуруповертом ну использую его в ремонте для ремонта инструмента но что мне в нем не нравится сам по пьем мне нравится удобный мягкий маленький компактный но редуктор здесь сделан видите с ударом из-за чего он получается большой плюс еще патрон его постоянно перевешивает вперед то есть эта часть тяжелая и как бы это неудобно режим удара мне вообще не нужен если честно я вообще не понимаю для чего в этом шуруповерте этот режим может быть да когда у вас нет ни перфоратора дома ничего он каким-то образом вам и поможет но за всю свою жизнь я не на одном шуруповерте таком где есть режим удара не использовал этот режим вообще я считаю что это не на дрелях электрических где есть режим удара ну это просто ерунда хотите просверлить отверстие в твердом материале блин возьмите перфоратор а это все баловство но это лично мое такое мнение ну так вот я короче решил его уменьшить и попробовать поменять здесь редуктор на другой и давайте покажу комплектацию многие мне когда-то уже фотографии показывал мне писали что это не оригинал нет ребята это оригинал и продавался он я покажу здесь еще была юбилейная такая красивая картонка ну надета сверху и здесь было написано сто лет макити все дела внутри у нас ну здесь была зарядка она у меня просто подвешена на стенде на верстаке кобура вот такая под него кобурой я тоже ни разу не воспользовался можно даже так застегивать возможно это даже удобно это на ремень написано сбитой не вставлять типа того далее такая прикольная коробочка такие кстати коробочки на алиэкспрессе отдельно продаются в коробочке есть полочка отдельно я храню тут битки всякие пестер для рокоров гвозди для туи и я ее не храню здесь она стоит у меня тоже но верстаке это здесь валяется и если мы посмотрим выше здесь есть целый набор сверла по металлу по бетону по дереву два пера насадочка удлинитель зенкер головки всякие биты торкс битами вообще не пользовался не вот пользовался вот этой одной удлиненной и сломал два сверлышко ну вот видно вот этим пользовался и зенкером остальным я ну и головками еще пользовался и пером остальным я по моему не пользовался и вообще считаю наборы инструмента это честно такая посредственная штука потому что ты покупаешь набор а в итоге из него там набор из 100 предметов по факту пользуясь двумя тремя ну десятью образно говоря то же самое например взять вот набор вера доеду тут поломал некоторые но если посмотреть тут десять процентов этих бит использована здесь кстати они одинаковые сделаны некоторые вот пз2 пз2 несколько штук если вас сломается головки тут только по моему на 13 и на 10 использовал поэтому вот я в одном из роликов своем сказал показывал что я купил вот мне понадобилось разбирать сабельную пилу конкретную конкретный размер я купил вот две биты хотя можно даже был купить одну и я не стал покупать наборы просто купил те размеры которые мне необходимы и все я считаю это было правильно потому что покупать большой набор тратить деньги а потом он будет у тебя просто годами стоять и занимать место ладно отклоняемся темы продолжим теперь давайте я покажу вам как поступать то есть какой выбрать сюда редуктор как угадать с редуктором чтобы заказать правильный редуктор чтобы у вас он подошел для этого нам нужна программа макитовская для этого вам понадобится программа msi так называемая точнее не msi msi макита сервис не знаю там как дальше короче открывайте сайт service.litopt.ru далее переходите в макиту и отсюда скачиваете вот этот архив позже я покажу как работает эта программа и покажу также вам версию которую используют сейчас в онлайне ну и теперь я перешел на windows с макбука чтобы показать вам просто эта программа старая она запускается только на windows скачали разархивировали и включаем вот этот файл msi заходим в него включая заставку ее можно не смотреть можно посмотреть еще здесь звук должен играть у меня на этом компе колонки не включен открывается такое окошко порт лист это схемы на все инструменты вар юзит это где используется запчасть опции я не знаю опции не заходил никогда не работает выкинула еще раз заходим так включаем порт лист и вот здесь нам нужно справа список всех моделей которые все схемы здесь есть либо мы просто берем наш инструмент смотрим модель hp 330 d также и вводим на английском языке нужно поставить раскладку hp 330 видите справа появилась можно выбрать и выбираем select открылась схема этого инструмента слева мы видим схему справа мы видим все артикулы запчастей выбираем кстати не редуктор вот мы будем менять этот редуктор у него артикул 126 148-1 а мы выбираем корпус у корпуса артикул 187 359-3 все запоминаем этот артикул 187 359-3 выходим отсюда отсюда тоже выходим и и заходим где используется открывается вот такое окошко и здесь нужно написать полностью артикул так же как и там было с черточкой пишем 187 359-3 и нажимаем enter и видите программа нам выдала несколько моделей где используется этот корпус hp 330 d df 330 d и df0300 давайте посмотрим каждую схем давайте посмотрим каждую схему давайте df0300 о видите вот такой редуктор нам и нужен а а если мы вернемся отсюда выйдем закрою и выберем df330d здесь мы видим модель у которой редуктор без удара он поменьше но с патроном я же хочу себе редуктор без патрона поэтому я выбираю модель вот эту df0300 ой df0330 и здесь мы выбираем 11 позицию то есть весь редуктор вот она и артикул 125 459 тире 1 и заказываем эту запчасть теперь мы вернемся более удобной системе и вводим в поиск 125 459 тире 1 вот нам например сайт мигзип выдал полторы тысячи рублей алиэкспресс выдает сразу три артикула то есть это означает что были какие-то замены здесь аж 2 500 еще 800 доставка где вообще пользуюсь заказываю запчасти на дядько есть такой магазин дядько .ру пишем 125 459 тире 1 здесь видите тоже предлагает этот редуктор за 1700 а есть подешевле за 1600 123 504 и теперь давайте покажу официальную макитовскую программу сделаем то же самое и покажу почему она лучше но естественно доступа для нее нет есть только у сервисников вводим тот же и ч пину то же самое делаем как и на той программе старые делал hp 330 вот мы нашли открывается схема выбираем корпус сто восемьдесят семь триста пятьдесят девять тире три копируем выбираем где используется вставляем выдает тот же самый список инструментов заходим в df03 cd смотрим редуктор выбираем его и здесь вот почему это программа лучше здесь сразу есть вот такая сносочка то есть существует замена и можно открыть документ и посмотреть что за замена вот 125 459 тире 1 у нас заменен на 123 504 тире 6 это как раз для df 030 d хотя и эти я так понимаю это все зависит от страны во всех странах заменены что-то шестерни какие-то или в связи с какой-то стандартизацией но можно перевод сделать для стандартизации деталей изменен узел шестерни примечание внешний вид и технические характеристики остаются прежними 2015 как раз году они это поменяли ну короче мы я буду заказывать вот этот редуктор 123 504 тире 6 который у нас и открылся и вот он к нам пришел ноутбук нам больше не нужен внутри он выглядит вот таким образом то есть задняя часть у него будет точно такая же как и здесь и шуруповерт будет вот такой вот коротенький единственное что здесь не японская никак на devolt и придется делать вот так и скорее всего японские биты сюда естественно тоже не войдут до не подходит но это нам не важно давайте разбирать я для себя сразу заранее сниму патроны вот ну патрон сейчас не надо снимать это не обязательно это я просто чтобы потом чтобы потом его проще снять сейчас пока мы можем сборе удобно держать винтик у меня там я его просто уже снимал не сильно закручен поэтому никаких усилий применять не пришлось теперь берем какой-нибудь шестигранник кстати здесь надо поставить на сверление на вторую скорость закрутили шестигранник и теперь кияночкой есть теперь обычная резьба в эту сторону нужно делать ударчик все патрон мы сняли шестигранник вытаскиваем и откручиваем патрон винтик закручиваем на место чтобы не потерялся и все пусть у нас так будет снимаем аккумулятор берем какую-нибудь крючок и нам теперь здесь нужно извлечь вот эти две части так легко они снимаются ну и все и откручиваем сколько здесь раз два три четыре пять шесть саморезов открутили и разбираем немножко грязный мы естественно все почистим поэтому для того чтобы почистить мы все отсюда извлечем и подсветочку тоже есть снимаем редуктор и тоже вот эту шайбу поменяем хотя она будет точно такая же ее можно не менять но я предпочитаю всегда менять потому что бывает небольшие износики там все таки вставим новое все значит вставим новое все не ленимся так сказать плюс когда мы ее снимем мы сможем почистить за этой пластиной там двигатель тоже будет грязный вот видите почему я ее и снял все сейчас это все чищу их собираем почистили и давайте собирать берем редуктор новый снимаем заднюю крышку смотрим чтобы мы вверх ногами эту штуку не поставили то есть как она стояла в корпусе вот таким образом и ставим закручиваем на два винта и возвращаем назад попали все нормально теперь сверху вставляем переключатель чтобы пружинки попали все есть пробуем сначала вставляем подсветку как она была и не забываем конечно же вот про эту штучку она вставляется вот сюда смотрим чтобы провода аккуратно уложились проверяем чтобы редуктор четко видите вот не до конца лег потому что не попали не попали где-то во главное чтобы вот эти вот видите пазик торчит он должен в это место попасть и тогда он четко будет лежать все закрываем сверху нет подождите рано лишь реверс не вставил вставляем вставляем сюда реверс все четенько легло закрываем везде все прилегло нормально и закручиваем винты чтобы попали на свою резьбу и не срывали нужно сначала назад крутить как только услышите что он провалился можно крутить вперед закрутили и фиксируем на скобки на скобки ручку и проверяем витку я не удержу на первую скорость нужно взять пассатижи какие-нибудь работает ну и все посмотрите насколько компактнее стал шуруповерт компактнее удобнее вперед его теперь не кидает не перевешивает он даже стоять вот так может на мой взгляд но лично для меня такой момент удобнее так как мне нужно часто менять биты и поэтому я для себя решил сделать вот такую версию если вам понравилось данное видео подписывайтесь на канал ставьте лайки может быть кому-то нужен редуктор бушный в отличном состоянии обращайтесь с патроном всем пока